СПОРТ НА ДОЖДЕ 2 декабря в Цюрихе будет тот день, который наверняка войдет в историю современной России. Потому что он будет не только очень значимым со спортивной точки зрения, но и с экономической. Потому что будут выявлены те страны, которые примут чемпионаты мира по футболу 2018 и 2022 года. Россия претендует на проведение мундиали 2018 года наравне с Англией и совместными заявками Бельгии, Нидерландов и Испании и Португалии. Голосование пройдет следующим образом. 22 члена из полкома FIFA будут отдавать свои голоса в пользу той или иной страны. Если одна из них наберет абсолютное большинство, то она сразу же выиграет голосование. Если этого не произойдет, то в первом туре отсеется та страна, которая наберет наименьшее количество голосов. И три заявки перейдут в следующий тур. Во втором туре процедура повторится. И если дело дойдет до третьего тура, то нужно будет набрать большинство голосов. В случае равенства решающий голос будет у президента FIFA Зеппа Блаттера. Конечно же, такие уважаемые члены из полкома, как Виталий Мутко, который представляет Россию, могут голосовать за свою страну. Точно такое же право есть и у представителей Испании и Англии, например. Ну а мы представим все основные заявки, которые конкурируют с российской. Начнем мы, наверное, с самой слабой. Это совместная заявка Бельгии и Нидерландов. Их лозунг «Вместе для великих целей». Плюсы этой заявки, согласно отчету FIFA, в том, что в этих странах хорошая транспортная инфраструктура. Также создана специальная программа подготовки тренеров и открытие многочисленных футбольных академий. Особенно знаменит этим, конечно, Голландия, которая славится отличной подготовкой молодых футболистов. Ну а также есть положительный опыт совместного проведения Евро-2000. Ну а минусы. Это совместная заявка. FIFA не любит это, потому что из-за совместной заявки возможны проблемы в организации. Но Бельгия и Нидерланды обещают, что будет единый организационный штаб. И поэтому этот минус можно считать уже закрытым. Что касается других минусов, то эти две страны пока не предоставили необходимой гарантии в 60 тысяч гостиничных номеров. Но, скорее всего, этот вопрос также будет решен. По крайней мере, об этом говорят представители Оргкомитета. Ну и еще один недостаток. Это недостаток поддержки со стороны государства. Это, конечно же, очень важный фактор. Вообще Голландия и Бельгия делают основной упор на то, что это будет очень экологичный чемпионат мира. Созданы специальные программы, которые обеспечат то, что это будет самый зеленый мундиаль в истории. Обещают посадить всех фанатов на велосипеды. Безвозмездно передать им в пользование во время чемпионата около двух миллионов железных коней. Ну, а мы переходим к другой заявке. Это также совместная заявка Испания и Португалия. Этот конкурент уже посерьезней. Но и здесь есть свои плюсы и минусы. Среди положительных сторон можно отметить поддержку заявки на всех уровнях власти. Хорошую транспортную систему. Уважение во всем мире к испанскому футболу. Не мудрено действующие чемпионы Европы и мира. А также опыт проведения многочисленных международных соревнований. Таких, как, например, Олимпийские игры в Барселоне в 92-м году. И прекрасный опыт проведения Евро 2004 в Португалии. Ну, а среди минусов, опять-таки, это совместная заявка. FIFA вначале вообще не хотели даже регистрировать какие-либо совместные предложения от двух стран. Но потом сдались. Посчитали, что можно дать шанс всем странам. Также отмечается недостаток тренировочных баз, с которыми у оргкомитета заключены соглашения, которые будут предоставлены в распоряжении тем сборным, которые прибудут на чемпионат мира 2018 года. Ну и нет четкой концепции безопасности, несмотря на то, что нареканий она, в общем-то, не вызывает. Но, тем не менее, пока не все гарантии предоставлены FIFA в этом вопросе. Ну, конечно же, испанцы обещают, что они образуют с Португалией просто-таки единое государство. И поэтому никаких проблем в том, что это два разных государства не будет. Граница практически будет стерта. Но, вообще, у многих возникает вопрос, зачем Испании нужна Португалия. Ведь Испания сама сейчас уже может провести чемпионат мира. А Португалия несколько беднее, инфраструктура там не так хорошо развита. Но, тем не менее, что сделано, то сделано. Ну, а мы двигаемся дальше, и это самый серьезный конкурент российской заявки – Англия. Здесь все понятно, плюсы однозначны. Это прекрасная инфраструктура, отличные стадионы, которые есть уже сейчас. Это высочайшие стандарты безопасности и медобслуживания, опыт проведения соревнований любого уровня и ожидаемые высокие доходы от телевизионных прав. Англия вообще сначала объявила своим лозунгом «Изречение футбола возвращается домой», но потом посчитали, что это слишком вызывающе, и теперь их слоган гласит «Англия приглашает мир». Ну, а среди минусов называется «Маленький выбор отелей и баз», отсутствие гарантии в 60 тысяч номеров, точно так же, как в Бельгии и Голландии, и отсутствие высокоскоростной железнодорожной сети. Ну, в Англии говорят, что они готовы принимать чемпионат мира уже сейчас, им не нужно ничего строить, уже все есть, футбол в этой стране просто обожают. Но не стоит забывать, что Англия значительно подпортила свою репутацию из-за многочисленных журналистских скандалов, и были даже сообщения, что за Англию голосовать вообще никто не будет. Ну, а сам член исполкома FIFA от Англии Джефф Томпсон заявил, что если вдруг Англия не пройдет в один из туров голосования, то свой голос он отдаст России. И давайте мы представим заявку нашей страны. Сразу к промо-ролику. Зарядимся от него энергией. Плюсы нашей заявки таковы. Поддержка на всех уровнях власти. Очень большую заинтересованность в проведении турнира проявляет председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин. Также у России есть огромнейший опыт проведения международных соревнований. Достаточно предоставлено гарантий насчет баз и отелей. Даже более чем необходимо. Более 60 тысяч мест. Ну, а минусы — это информационные и коммуникационные технологии, которые в некоторых регионах развиты не так сильно, как хотелось бы. Высокие цены в некоторых отелях. Большая территория страны. Для того, чтобы передвигаться по ней, иногда нужно пользоваться самолетами. Для этого нужно улучшать и развивать некоторые аэропорты. Но напомним, что, согласно российской заявке, все болельщики, прибывшие на чемпионат мира, смогут передвигаться на поездах. Внутри страны абсолютно бесплатно. Также они смогут въезжать в нашу страну без виз. Ну и правительственные гарантии даны на то, что все стадионы, все объекты будут построены точно в срок. В этом сомневаться никому не приходится. Ну, конечно же, выборы чемпионата мира, выборы места проведения чемпионата мира 2018 года были окутаны огромным количеством скандалов. Например, бывший глава Федерации футбола Англии Лорд Трисман заявил, что Россия поможет Испании подкупить судей на чемпионате мира в ЮАР, а Испания, в свою очередь, проголосует за Россию. Но Испанию и Португалию тоже обвиняют в сговоре с Катаром. Уже известно, что представители Латинской Америки поддерживают Испанию в голосовании. Таким образом, она уже обеспечила себе три голоса. Но британская пресса, конечно, лютовала больше других. Раздували скандалы вокруг расизма на стадионах в России. Были и другие сообщения о подкупе, возможно, подкупе чиновников. Британская пресса, например, раскрутила двух представителей FIFA, одного из Нигерии, другого из Таити. Они были готовы уже продать свои голоса. И об этом стало известно FIFA. Их отстранили от участия. Именно поэтому голосовать будут 22 члена исполкома вместо 24. Хотя сейчас появились сообщения о том, что Океане, возможно, вернут голос. Конечно, это будет другой человек, но он будет представлять этот регион в голосовании. Но давайте мы послушаем Виталия Мутко, члена исполкома FIFA от России, который заявил, что наша заявка самая прозрачная. Для нас решение исполкома FIFA, которое должно состояться 2-го числа, будет очень и очень важным для развития спорта, для развития страны. В целом мы очень и очень в серьезном ожидании данного события. Я уже на него ответил, что любые издания, телевизионные проекты в адрес заявочного комитета России, в адрес нашей работы, ничего сказать не смогут, потому что мы работали честно, открыто, пытались рассказывать свои аргументы, не более того. Консалтинговая компания McKenzie оценила все заявки по следующим критериям. Спонсорство, продажа билетов, гостеприимство, лицензии и медиаправа. Так вот, Англия здесь набрала абсолютное максимальное число баллов. 100% результат. Что касается Испании и Португалии, здесь 91%. У Бельгии и Нидерландов 87%. У России 86%. Но вот букмекеры, которые за свои слова отвечают финансами, утверждают, что главный фаворит это именно Россия. Вот такой вот небольшой коэффициент в среднем дают на победу России, а Англия уже гораздо хуже здесь выглядит. Что касается Голландии и Бельгии, а также Испании и Португалии, то их дела выглядят еще хуже. Так что основные конкуренты это, конечно же, Англия и Россия. Как то будет, мы увидим завтра. Ну и пара слов о том, кто претендует на чемпионат мира 2022 года. Это Австралия, Катар, США, Южная Корея и Япония. Здесь пока выделить кого-то сложно. Так что мы будем ждать решения исполкома FIFA. Это был «Спорт на дожде». Я Глеб Дворецкий. Спасибо за внимание. И будем ждать, что Россия возьмет чемпионат мира 2018 года. «Спорт на дожде».